Не надо говорить, какое издание, как изданное. Они эти подарочные. Это впервые за 2000 лет вышло полное толкование Нового Завета по Святым Отцам Церкви. С опровержением самых современных сектантских толкований. Я миссионер, в моем доме многие сектанты стали православными батюшками. Это Бог делает, это, конечно, человеку непосильно. Люди иногда не понимают, что это приглашение для ваших, наш сайт. О чем речь? Вот одна книга, посмотрите. 20 том, они все разного цвета, открытым оком. Это мои личные беседы с Александром Менем, убитым священником. Эти нигде больше нет. Почему? Его нету, его убили. И здесь мы беседуем, вопросы я ему задаю. Он мне такие большие государственные вопросы. Это был энциклопедист самый настоящий. У вас какие-то, может, даже книги его есть? Я здесь, я как бы в другом отделе работаю, я с фондом не работаю. Ну, слышу, Александр Мения, убитого священника. Так, вот эта вот отдельная книга, ее не рекомендуется давать, кто связан с журналистикой, они сразу ее уводят. Это 300 поэтов России за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Я сейчас покажу даже где. Вот, допустим, вот эти поэты. Танна Ахматова, Барман, Кольцов. Видите, мне студенты, я много в разных университетах вел занятия, задают вопросы. Я на вопрос отвечаю из шести поэтов за 300 лет. По тематике, о революции, о семье, о взаимоотношениях. Что сказал? А кто сказал? Кольцов, я сразу нахожу, Мережковский, Бунин. И шесть поэтов на каждый вопрос. А между ними вставка из священного писания. Ценность-то в чем заключается? Это 26-й тонн, я его отдельно выделяю. Вот это, кто желает работать среди тех, которые не православные, это отдельно миссионерский материал. Почему мы православными с сектантами, когда беседуем? Почему мы Божью Матерь признаем? Почему у нас священство? Почему церковь? Мы признаем, они хорошие люди все. Но без священства церкви нет. И на этом, главное, остановку делаем. И когда они понимают, что это действительно так, они начинают задумываться и приходят в православную веру. Я миссионер, у меня многие сектанты стали православными. Вот эта вот книга, это мои личные беседы с Александром Менем, убитый священник. Этого нигде в мире больше нет. Это мы на дому с ним беседуем. А на сайте, там аудио, мы разговариваем, и слышим, как чай мешает, там за микрофон берется. А отдельный том посвящен, это старообрядчество, 180 лет. Самое хорошее, что они оставили. Как нам обогатиться друг от друга. Эти книги имеют возрождающие действия. Я сейчас показывал, где-то она, вот она, эта книга. Я в свое время был, ну, неоднократно репрессирован, реабилитирован, конечно. Вот, вот я показываю. Это я иду арестованный. Это летят цветы. И весь процесс здесь описан, как был. Сидели за столом больше. Как в фильме был, как новые люди обращались. Вот эти вот четыре книги, вот эти посты на подарок Путину, Лукашенко. И примерно 360 библиотеки теперь их имеют.